Улан-Удэнсы воруют входные двери. Корь наступает. Из-за вспышки заболевания инфекционку закрыли на карантин. Бурятия на 81-м месте по рейтингу качества жизни из 85 регионов России. Начнем с хроники происшествий. Улан-Удэнсы украли входную металлическую дверь. ЧП произошло на Комсомольской. Женщина рассказала, что утром она услышала грохот и вышла в коридор, чтобы закрыть дверь. Но ее не оказалось. Сотрудники Росгвардии обнаружили пропажу возле пункта приема вторсырья. По камерам видеонаблюдения вычислили и подозреваемых. Задержанные ранее судимые граждане 45-33 лет были доставлены в отдел полиции. Злоумышленники сознали, что похищенную самодельную металлическую дверь весом более 50 килограммов они успели только донести до пункта приема вторичного сырья, который в то время был закрыт. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Мошенники создали фейковый аккаунт министра спорта и молодежной политики Бурятии в Телеграме. Друзья, будьте бдительны. Мошенники не дремлют. Они создали новый аккаунт со схожим никнеймом, используя мою фотографию и отправляют сообщения моим коллегам. Схема простая. Мошенники пишут от чужого имени, предупреждая о том, что скоро жертвой свяжутся по делу. Далее в игру вступает новый человек. Он требует привезти деньги или выдать информацию. Улан-Уденцы помогли поймать пьяного водителя. В госавтоинспекцию позвонили очевидцы и сообщили, что по улице Литейной движется иномарка, водитель которой предположительно пьян. Ориентировка была передана всем нарядам ДПС. Автомобиль был замечен в микрорайоне Верхняя Березовка. За управлением через тигра находился 36-летний мужчина, от которого исходил характерный запах алкоголя. Автоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование состояния пьянения, результат которого был положительным. 0,95 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. 13 февраля ночью от ножевых ран скончался мужчина. Его обнаружили во дворе дома по улице Московской. Обвиняемый в квартире матери распивал спиртные напитки с приятелем, после чего на фоне алкогольного опьянения поссорился с ним, схватил нож и нанес мужчине удары в грудь, живот и поверхние конечности. Потерпевший смог выбежать из квартиры на улицу, спрятаться во дворе за мусорными баками, где позже потерял сознание. Его обнаружил прохожий, который вызвал скорую медицинскую помощь. Нападавший задержан. Им оказался 27-летний приятель потерпевшего. Ситуация с корью в УАНУД обостряется. Из-за вспышки заболевания на карантин закрыли республиканскую инфекционную больницу. Такое предписание медучреждению выдало управление Роспотребнадзора по Бурятии. В республике выявляется користь числа лиц, находившихся ранее в контакте с больными. Все случаи установлены активно в ходе ежедневного медицинского наблюдения, преимущественно у непривитых детей. Эпидситуация по коре и противоэпидемические мероприятия находятся на контроле управления. Количество заболевших ведомство не сообщает. По их словам, это станет известно только в конце февраля. В связи с предписанием управления Роспотребнадзора по Бурятии о закрытии республиканской клинической инфекционной больницы на карантин, Минздрав Республики временно открывает дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и кишечными инфекциями на территории РКБ имени Симашко. Как отмечают в Минздраве, мера временная. Что касается пациентов с подозрением на корь, то их по-прежнему будут продолжать принимать в инфекционной больнице. Напомним, в конце февраля корь подтвердилась у трех жителей республики. Позже стало известно еще о двух заболевших. Жители Улан-Удэ в социальных сетях бурно обсуждают предложение сменить вывеску торгового центра Еврозона. Такой неожиданный пост опубликовали в популярном паблике. Доброго времени суток, уважаемые земляки. Прошу обратить внимание на вывеску здания в центре города, напротив Мемориала Победы. Это оскорбляет чувства тех, кто вернулся с СВО. Предлагаю по возможности убрать все, кроме ЗЭД, и выдрузить ФОАК России. Вероятно, анонимного автора в вывеске торгового центра смутило название «Евро», и он посчитал, что на фоне текущей политической ситуации упоминание Европы некорректно. Но, судя по комментариям, многие улан-удэнцы не поддержали такую инициативу. Большинство считает, что торгово-развлекательный центр по таким названиям существует в городе уже много лет, а внимание на это обратили только сейчас. Почти два года продолжается специальная военная операция. За это время в Бурятии ни на день не останавливается сбор помощи для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Этим занимаются различные организации во всех уголках республики. К ним присоединяются и неравнодушные жители. Так, например, Елена Кондратьевна приехала из Бурятии в Москву для того, чтобы ухаживать за ранеными земляками в госпиталях. Рабочий день начинается в 6 утра. В гостинице по упредству Бурятии она готовит традиционные блюда бурятской кухни, которые в дальнейшем отвозят в больницы. Кормим их национальным нашим блюдом позы, супчик, блинчики. Ну, меню разное, но основная, конечно, основополагающая всего позы. Ребята очень соскучились по домашней еде. Привозим мясо из Бурятии, ездим по госпиталям, помогаем нашим ребятам восстановить силы, вернуться в строй, выздороветь. Вместе с Еленой Кондратьевной в столицу приехала и Елена Васильевна. Готовые блюда женщины распределяют по порции. На одного человека рассчитано 6 бус, суп и выпечка. В день им удается посетить три госпиталя. Нас узнают, нас приветствуют. Вот мы идем по госпиталю, у нас футболки с надписью «Бурятия», за гербом «Бурятия», и нас приветствуют все. Мы чувствуем за собой такую мощь, такую силу, такую опору за спинами. Поэтому «Бурятия» – это нечто. Женщины отмечают, по возможности они стараются помогать не только землякам, но и бойцам со всех регионов России. Ребята заказывают, говорят, я лежу, а со мной лежат рядные из других регионов. Я хотела бы угостить. Вопросов не возникает никаких, значит, мы берем заявку, сколько человек на всех везем, на всю палату. Потому что для нас это даже не обсуждается. Всего достаточно у нас, чтобы накормить еще. Хлеба точно у нас на всех хватит. Вся еда готовится с любовью и по-домашнему. К работе женщины приступают с хорошим настроением и, главное, молитвой. Наверное, им все-таки приятно, что их помнят, что о них заботятся, проявляют заботу. Они этим горды, они этому несказанно рады. Чувствуется это и во взгляде, и в движении, что они обласканы вниманием. Женщины «Бурятия» отработали в Москве уже 45 смен. Каждые две недели им на смену приезжают другие группы активистов. Всех их объединяет одна цель – бескорыстная помощь людям. Работа волонтеров организована полномочным представительством «Бурятии». Именно они договариваются с госпиталями и предоставляют волонтерам автомобиль для передвижения по столице. В прошедшем 2023 году «Бурятия» оказалась на 81-м месте по рейтингу качества жизни, набрав 35,5 баллов из 100 возможных. За год жизнь в республике пусть и не ухудшилась, но и лучше не стала. Рейтинг строился на основе комплексного учета 66 показателей. Оценивали уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания и т.д. Из 85 регионов России в числе отстающих, кроме Бурятии, еврейская автономная область, республики Ингушетия и Тыва. Рейтинг субъектов России по качеству жизни вновь возглавили Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. По сравнению с 2022 годом состав первой десятки практически не изменился. Лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. Большинство российских пар ведет совместный бюджет, таковых 64%. При этом и расходы они согласовывают совместно. Но в этом году выросло число тех, у кого раздельный бюджет. Давайте узнаем, что думают об этом лаунденцы. Наверное, совместный. Почему совместный? Ну, если создаешь семью, нужно быть всегда вместе, чувствовать себя партнером. А раздельный бюджет он сразу как-то разделяет. А решения принимать как? Советоваться тоже? Да. И траты тоже совместные, да, советы? Конечно, все совместно должно быть. Ну, в общем, конечно, это же семья. А если мужчина настаивает на раздельном бюджете? Это неправильно, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что должен быть раздельный бюджет. Я считаю, что должна быть какая-то сумма, возможно, на семью. И у каждого должен быть свой бюджет на какие-то личные покупки и траты. Поколение разное, видите? Я одно поколение, это же другое. Должен быть совместный, конечно. А почему? Почему совместный? Ну, это же семья, это одна ячейка общества. Одна зарплата идет на ведение хозяйства, на питание, а другая зарплата отлаживается на книжку, на отдых, на путешествие. Я считаю, так. Ну, семья. Семья для чего надо? Для общей. Если один туда тащит, другой туда тащит, это неправильно будет. Если кучу складываешь, будет больше. Что-то должно быть на личные расходы, чтобы не зависеть от своего партнера, чтобы было возможно всегда приобрести то, что ты хочешь себе, и не спрашивать, можно я куплю или нет. В общем. Почему общее? Ну, мне кажется, если люди состоят в семье, то... Ну, семья – это само по себе что-то такое общее. Он должен быть общий. А если супруга настаивает на раздельном бюджете, говорит, что вот давай у тебя свои деньги, а у меня свои деньги? Тогда надо разводиться. В Бурятии проведут первый фестиваль этно-игра «Сага-1-да». Квест пройдет на территории этнокомплекса «Степной кочевник» 17 февраля. Уже зарегистрировалось более 10 команд по 6 человек. Главное условие – участие в национальных костюмах. Первое место у нас путешествие на всю команду в Китай на зимний надом в декабре этого года уже. Второй приз – двухдневный тур в Ацагат с проживанием в трехзвездочном отеле, с питанием, с экскурсиями и так далее. Третье место у нас 100 бус от нашего цеха полуфабрикатов «Сада». Зрителям предложат консультации лам-астрологов, катание в конной упряжке, фотозоны с моментальной печатью, мастер-классы по каллиграфии и многое другое. Будут организованы горячее питание и платный трансфер – 320 рублей в обе стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА